Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Билов. Мажоры на дорогах в ДТП в Харькове погиб известный блогер. Почему друзья сомневаются, что виновника накажут? Так взяли или нет? В Закарпатье объявили задержанными чиновников, которые на самом деле свободны. В чем подвох? Заремонтировали. В Черкассах так обновили старинное здание, что развалили его еще больше. Что не так со строителями? Трудности перевода. Почему половина беженцев, проживающих в Германии, не могут выучить немецкий язык? Годовщина одесской трагедии. В результате столкновений 2 мая 2014 года здесь погибли 48 человек и еще около 200 были травмированы. В память о погибших кто-то запустил в небо воздушные шары, кто-то прошел маршем по центру города. Во время шествия полиция задержала мужчину с подозрительной сумкой. При досмотре правоохранители обнаружили предмет, похожий на гранату. Удалось ли избежать противостояний? Узнаем от Андрея Анастасова. С самого утра по всей Одессе повышенные меры безопасности. В кварталах, где в 2014-м произошли массовые беспорядки, перекрыто движение транспорта, а людей туда пускают через рамки металлодетекторов. Отношения к событиям четырехлетней давности у одесситов разные. Одни считают, трагедии можно было избежать и сегодня скорбят по погибшим. Я без политики говорю, мне просто жаль за своих земляков, за своих отечественников. И хочу вот с гордостью души вот за них вот просто положить скромненькие цветочки. Пойду еще в церковь свечку поставлю и буду молиться за мир и счастье в этой стране. Другие, в частности, представители националистических организаций утверждают, жертвы были оправданы. Дескать, не произошло бы тогда столкновений, Одесса могла бы стать еще одной горячей точкой. Вечером по центральным улицам города прошло шествие. Его назвали «Маршем украинского порядка». А днем сотни людей пришли на Куликово поле возле Дома профсоюзов, где произошел пожар. Священник отслужил панихиду, собравшиеся выпустили в небо белых голубей и воздушные шары в память о погибших. Правда, не обошлось без конфликтов. До сих пор власти так и не ответили на главный вопрос. Был ли организатор у этой трагедии и если был, то почему не привлечен к ответственности? Расследование то переносят в Киев, то возвращают в Одессу, то назначают новые экспертизы. И так бесконечно. А ее никогда не расследуют, я уверена в этом. Потому что они сами это и сделали. Документы уничтожены, те, которые остались, скрываются. Наверное, есть что скрывать. 2 мая 2014 года беспорядки разгорелись перед началом футбольного матча между харьковским металлистом и местным черноморцем. В центре города столкнулись две противоборствующие стороны. И те, и другие были вооружены. Тогда пролилась первая кровь. После этого толпа двинулась на Куликово поле, где размещался палаточный городок противников. Милиция, и это очень важно, даже не пыталась остановить разъяренных людей. Лагерь был разгромлен, его обитатели укрылись в доме профсоюзов и забаррикадировались внутри. Противоборствующие стороны стали забрасывать друг друга коктейлями Молотова. Здание загорелось, пожарные долго не приезжали. В итоге 48 человек погибли. Около 200 получили ранения. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Виновники трагедии в Одессе должны понести наказание. Об этом заявил лидер оппозиционного блока. Юрий Бойко сегодня побывал на панихиде, где почтил память жертв вместе с родственниками погибших. Люди возмущены тем, что спустя 4 года никто не наказан, а судебный процесс, по их мнению, попросту затягивает. Все подробности в материале. 2 мая погиб мой сын. Леонид Березовский. Ой, я не могу говорить. Со слезами на глазах Неанила Березовская вспоминает гибель сына. Его тело родственники искали около недели. И 8 числа я говорю отцу, давай езжай, там ищи его. Он поехал с дочкой, там они его нашли. Что сказать. Это, конечно, ужасно. Мужа опознали только по фото, вспоминает Елена Брыгарь. Теперь она одна воспитывает 4 детей. В морг, действительно, это был мой муж. По фотографии я увидела, что у него левая сторона была. Ну вот, то ли там выстрел был с затылка, то ли, ну что-то такое. Спустя 4 года после трагических событий утверждают родственники. Тела погибших хотят эксгумировать. По их мнению, это один из способов затянуть судебный процесс. Люди утверждают, слушание регулярно переносят. Обвиняемые не приходят на судебные заседания. Виновных не найдено. Трагические события в Доме профсоюзов сегодня вспоминали и оппозиционные депутаты. Юрий Бойко посетил Одессу, где встречался с родственниками погибших. Люди сообщили, что их права на честный суд нарушаются. И попросили парламентариев о помощи. После этого лидер оппозиционного блока вместе с нардепом Николаем Скориком приняли участие в панихиде по погибшим, которая прошла в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре. Поминальные службы сегодня прошли во всех храмах города. Это день скорби для Одессы. И мы приезжаем сюда разделить эту скорбь, особенно с родственниками погибших, которых более 50 человек. И мы видим, что сейчас идет колоссальное давление на этих родственников. Они и так потеряли близких. А на них еще идет такое давление психологическое, моральное. И людям требуется помочь. Помощь требуется всей стране и всем одесситам. И то, что сейчас практически заблокировано и не расследуется, это страшная трагедия, это свидетельство негодности сегодняшней власти, которая боится расследования, которая его не проводит. Четвертый год подряд, 2 мая, в Одессу приезжают оппозиционные депутаты, подчеркивает Юрий Бойко. Каждый визит, говорит лидер полицилы, пытается сорвать радикально настроенные группы. У них уже эта национальная игра стала, как не пустить и меня, и моих коллег в Одессу. Ничего не получится. Мы все равно будем приезжать каждый год вместе с одесситами, скорбеть, проходить в храмах службы, скорбеть. Плохо то, что мэр города обманул своих же граждан и не поставил памятник на этом месте, хотя обещал несколько раз. В свою очередь оппозиционеры заверили, будут добиваться, чтобы виновные этой трагедии понесли справедливое наказание. Александр Васильченко, Вадим Сверидонов, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер из Одессы. Президент поручил МИДу разработать предложение по отзыву своих представителей из координационных органов СНГ. Об этом Петр Порошенко говорил на заседании СНБО. Речь шла не только о внешней политике. Глава государства выразил недовольство относительно нарушений на последних выборах территориальных громад. Голосование, напомню, прошло в это воскресенье. Избирали депутатов и руководителей в 40 ОТГ. Наблюдатели сообщили о массовом подкупе избирателей и незаконной агитации. Я очень струбованный количеством фактов подкупа избирателей с боку отдельных политических сил. Я хочу сказать, что для меня, как для президента, как для гаранта комиссийных прав и свобод граждан, в том числе выборчих прав, это абсолютно не принято. И поэтому я бы очень попросил национальную полицию, генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины, довести и чтобы каждый, кто скроил этот злочин против демократии, опинился в вязнице. Кроме этого, СНБУ ввел санкции по отношению к России. По словам президента, они аналогичны тем, что ранее ввели США и ряд европейских стран. Причина – возможная причастность Москвы к применению химоружия в Великобритании, проведению выборов президента Федерации на территории Крыма и, разумеется, конфликт на Донбассе. Касаются они российских бизнесменов, юридических лиц и высокопоставленных чиновников, которые причастны к информационной киберагрессии против Украины. Ситуация на Донбассе накаляется. Сегодня боевики уже 17 раз применяли запрещенную артиллерию, пытаясь выбить украинских военных с позиции. Пришлось подавлять атаки ответным огнем. Раненых нет, но в районе Широкина один боец пропал без вести. Достается и мирным жителям. Противник все чаще бьет по жилым кварталам. Последствия этих обстрелов видел Игорь Левенок. 46-й, 48-й. Скорая помощь. Пострадали многие. После ночного кошмара Лилия еще на успокоительном. Около полуночи у ее дома прогремел мощный взрыв. Разорвалась вражеская мина. Осколки посекли забор, машину и окна в доме. Боевики обстреливали Марьинку почти всю ночь. Ну, был сильный. Вообще шли действия боевые. Фактически это центр Марьинки. От взрыва пострадал и пункт скорой помощи. Выбиты стекла, поврежден кабель телефонной связи. И стрельба не утихает. Чтобы добраться до наших нулевых позиций, иногда приходится передвигаться перебежками. На передовой идет война снайперов. Посадка 150-200 метров. Из-за намных, случайно, спостерегают. Не открывают уголь. Военные предостерегают. На позициях следует быть очень осторожными. Даже в блиндаж сквозь узкие щели залетают вражеские пули. Накануне одна из них попала солдату в каску и прошила ее насквозь. Не просто повезло. От пули на голове у парня только царапина. Побратимы шутят. Родился не в рубашке, а в толстой кофточке. 8 апреля Денису исполнилось 24. Я не понял, что случилось. Потом, пожалуй, сушить крепко. Водички, водички. Но сейчас к этому событию боец относится с юмором. Говорит, на войне не такие чудеса случаются. И в подтверждение на позиции наш оператор Вадим Ревун вдруг встречает военнослужащего, с которым познакомился в Косово во время работы с украинскими миротворцами. Драконцы, Бризовицы. Это был 2006 год. Мы же 12 лет назад. Лютый месяц. Из Донецкой области Игорь Левенок, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Соединенные Штаты введут новые санкции против России, если она не выведет войска с оккупированных территорий Донбасса. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Азии Уэс Митчелл, который прибыл в Украину и провел встречи с руководством нашей страны. После разговора с Петром Порошенко он сообщил, что США ищут пути для введения миротворцев на восток Украины и полностью поддерживают политику украинских властей. В Вашингтоне даже решили увеличить финансовую поддержку. Киев, в частности, получил больше денег на усиление кибербезопасности. Мы также обсудили вопросы кибербезопасности. Я с гордостью могу сказать, что мы удваиваем размер помощи в этом направлении укрепления кибербезопасности с 5 миллионов долларов до 10 миллионов. Во время встречи с Владимиром Гройсманом, Митчелл, помимо ситуации на Донбассе, также поднял тему отношений Украины с МВФ и вопрос ограничений на импорт металлопродукции из Соединенных Штатов. По словам украинского премьера, из-за долгов Киеву необходимо сотрудничать с международными финансовыми организациями. Сейчас с фондом ведутся переговоры о создании в Украине антикоррупционного суда и рыночной формулы цен на газ для населения. Что же касается отношений с Соединенными Штатами, то стороны договорились развивать стратегическое партнерство. Смертельное ДТП в Харькове. Накануне вечером внедорожник лоб в лоб протаранил Шевроле. Погиб молодой парень, автоблогер. Его друзья едва не устроили самосуд над виновником этой аварии, но даже под давлением он отказался пройти тест на алкоголь. Все подробности знает Светлана Шекера. ДТП произошло у села Кутузовка. В праздничные дни здесь много машин. Рядом Печенежское водохранилище. Черная Тойота Лэнкрузер вылетела на встречную полосу и столкнулась с Шевроле Корвет. За результатами первинной информации водитель Тойоты пытался сделать обвинь и тем самым порушил правила дорожного движения. И в результате произошла такая трагедия. Водитель Шевроле, 22-летний Андрей Василенко, погиб на месте. Его пассажирку, 22-летнюю девушку, забрала скорая. У нее травма головы и множественные ушибы. Погибший был автоблогером, известным под именем Амигос. На место ДТП сразу съехались его друзья. Молодежь блокировала скорую. Требовали, чтобы тест на алкоголь виновник аварии прошел на месте. Были признаки алкогольного опьянения. Плюс стоял очень большой, сильный запах перегара в карете скорой помощи. И водитель нецензурно постоянно ругался из самой скорой помощи. Рассказывал, что ему за это ничего не будет, у него там какие-то связи. Полицейским водитель Тойоты показал удостоверение сотрудника департамента ГАИ на имя Дмитрия Адарченко. И утверждал, за рулем был не он. От освидетельствования на месте ДТП отказался. Не стал проходить проверку на драгере и в отделении полиции. Это сделали уже в больнице. У водителя, у крови, нашли этиловый спирт. Он отказался от дачи показаний. Сколько промилей было в крови у водителя, полиция не говорит. Мол, нужна еще токсикологическая экспертиза. Пока же его задержали на трое суток. В полиции уже проверили. Никакого отношения к правоохранительным органам водитель Тойоты не имеет. А удостоверение может быть подделкой. Друзья погибшего говорят о Дарченко из состоятельной семьи. Отец ректор вуза. Семья владеет кафе и фитнес-залом. Завтра друзья погибшего будут требовать сурового наказания для виновника ДТП уже в суде. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интерхарьков. 200 тысяч долларов на такой взятке якобы задержали руководителей Закарпатского геокадастра. Информацию об этом распространила пресс-секретарь ГПУ. Но наши корреспонденты убедились, что чиновники абсолютно свободны и находятся на рабочих местах. Детали этой загадочной истории узнаем от Марины Коваль. Сообщение о том, что на взятке задержали руководителя и заместителя госгеокадастра в Закарпатской области после обеда появилось на страничке пресс-секретаря генпрокурора в Твиттере. Детали Лариса Сарган пообещала позже. Мы приехали в управление, где правоохранители проводили обыски, но комментировать что-либо там отказались. Как ни странно, начальник управления госгеокадастра была на месте. Светлана Мельничук подтвердила, обыски идут и не только в рабочих кабинетах. Наведывались правоохранители к ней домой, но никого не задержали. Чиновница уверяет, взятку не брала. Почему же тогда правоохранители пришли с обысками? Некоторые подробности с нами поделился активист Александр Пересоляк. По информации, которую он получил из собственных источников, речь идет о выделении земли в Воловецком районе. Восьми участниками боевых дей. На самом деле, эти земли отделки были предназначены под курорт, под подъемник. За выделение данных отделок, насколько я обызнанный заступник руководителя Держгеокадастра с прозвищем Голуб, отримал 200 тысяч умовных одиниц. Пока это вся информация. Ждем обещанных деталей от правоохранителей. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Ужгород. Не дошли руки. Вадим Рабинович так и не создал общественное движение «Я не брал». Такое обещание он дал 25 апреля прошлого года. Об этом напоминает издание «Слово и дело». Организация эта должна была выступать против возвращения кредитов МВФ. В статье подчеркивают, что согласно их мониторингу, Рабинович дал 85 обещаний, из которых выполнил 16. Забыл народный депутат и внести свои активы в декларацию. Согласно финансчету, лидер за життя не владеет крупным бизнесом, не владеет внушительным имуществом. Но журналисты неоднократно писали о постоянных полетах Рабиновича на отдых чартерными рейсами, которые обходятся ему в десятки тысяч долларов. Живет он на вилле в Кончезаспе, платит за это удовольствие 10 тысяч долларов ежемесячно. В агентстве по предотвращению коррупции нашли нарушение в декларации Нардепа за 2015 год и подали ходатайство в антикоррупционное бюро с просьбой провести расследование. Борьбу Украины с коррупцией обсуждают сегодня и в Лондоне. В британскую столицу с двухдневным визитом прилетел генеральный прокурор Украины. В рабочем графике Юрия Луценко встреча с местными депутатами, представителями МИДа, коллегами из генеральной прокуратуры Англии и Уэльса. Лондон пристально следит за прогрессом Киева в сфере соблюдения законодательства. Здесь ожидают услышать о достижениях и планах на будущее. У Киева есть также вопросы и к британской стороне, в том числе относительно экстрадиции. По словам главы ГПУ, одна из главных миссий его визита – это донести объективную информацию об успешной борьбе Украины с коррупцией. И большая приватизация, чтобы наконец закончить с величайной партийной коррупцией, которая отрежет колоссальные тенеры потоки, с открытыми аукционами на нафту, газ и другие природные ресурсы. С наведением порядка на митнице. Нацполиция объявила в розыск Магомеда Амина Саитова. Это подозреваемый в избиении народного депутата Мустафы Наема, которое произошло в центре Киева. Он сбежал в Азербайджан. Информация размещена об этом на сайте МВД. Там говорится, что Саитов с 1 мая скрывается от органов досудебного расследования и разыскивается Шевченковским районным управлением полиции Киева. И прямо сейчас в Шевченковском суде столицы избирают меру пресечения троим задержанным, которых обвиняют в избиении народного депутата. С нами на связи моя коллега Ирина Баглайн. Находится там на месте события. Ира, здравствуй. Расскажи, что тебе известно. Есть ли уже какие-то решения? Наташа, на данный момент меру пресечения суд избрал одному из трех подозреваемых. По каждому из них решение принимается отдельно. 21-летнему Магомету Саитову, это полный тезка сбежавшего, суд решил применить круглосуточный домашний арест. Судья сослалась на статью КПК, что по подозрению выдвинутому Саитову, а это хулиганство взятия под стражу, слишком суровая мера пресечения, тем более ранее он не был замечен в совершении преступлений. До раннего судебного подозреваемого Саитова, якому не поведомлено про подозрев чинен іншого злочину, т.е. виду, на якого отсутні дані про ухранення відсильства, законом заборона за использование запобежного захода в виде тримания педватору, обжи суд вважает, что іншим видом запобежного захода может быть наступной затяжкостью вид запобежного захода, такий, как целодобовый домашний арест. Сам Саитов на заседании отворачивался от камеры и старался закрыть лицо, и вот как он оценил свои действия, отвечая на вопросы судьи. Все преувеличено, все преукрашено, ничего мы и таком не делали, то, что вот, что-то город говорит, это вообще никаким, Бог здесь не может быть правдой. Ну, я не знаю, что все-таки смажут, и видят, как это будет. Прокуратура с решением суда не согласна, однако, будут ли апеллировать, еще не решили. Прокурор объяснил, почему избрали самую суровую меру взятия под стражу без права на внесение залога. Саитов, гражданин России, может укрываться от следствия, а также влиять на свидетелей пострадавшего. Также хочу отметить, что досудебное следствие только началось, и если будет установлена причастность Саитова к совершению преступления по другой статье, то не исключено меру пресечения пересмотрят. На данный момент его подозревают в подстрекательстве к насилию и хулиганстве. Адвокат подозреваемого аргумента прокурора назвал безосновательными и со своей стороны апеллировал к тому, что Саитов студент Киевского политехнического института, и арест помешает ему учиться, значит ограничит его конституционное право на образование. Пока шел суд, брат пострадавшего нардепа Мустафе Наема сообщил, что его состояние ухудшилось. Также он подчеркнул, что предостережение адвоката, что якобы статус народного депутата придает делу политический окрас, это манипуляция. И мы ждем следующих заседаний, на которых будет избрана мера пресечения еще двум подозреваемым. Наташа. Спасибо, Ира. Ирина Баглая об избрании меры пресечения подозреваемым в избиении народного депутата Мустафы Наема. Более миллиарда гривен на ремонт дорог получит Николаевская область, об этом сегодня сообщил министр инфраструктуры. Ужасное состояние покрытия Владимир Амелян и местные чиновники обсуждали во время закрытого совещания. Заехал министр и в аэропорт, он проинспектировал, как идет реконструкция терминала и в каком состоянии взлетно-посадочная полоса. На ремонт из госбюджета был выделен 31 миллион гривен и еще 4 из областного. Владимир Амелян надеется, что аэропорт возобновит свою работу уже в осени. Низкие закупочные цены на молоко, мясо, маленькие зарплаты и нищенские пенсии. Сельские жители жалуются, что не справляются самостоятельно и нуждаются в поддержке государства. В поселке Александрия Ривненской области побывал лидер радикальной партии. Он убежден, что развитие аграрного комплекса должно быть одной из главных задач правительства. Наша команда пропонует программу отроджения тваринництва. Дотации по 5 тысяч гривен на каждую корову, которую держит сельская семья. Чтобы влада не забороняла купить у селян молоко и мясо, как они сегодня хотят это сделать. Мы добиваемся по рахунку пенсий для колледжных колгоспников. Назвичайно важно, чтобы те, кто орендует землю в селе, чтобы у них был обязан для восстановления тваринництва. Чтобы молодые села не ехали, должна быть социальная сфера. Светло, водогин, школа, лекаря. Проваленные экзамены мигранты, которые хотят остаться в Германии, не могут сдать базовый тест на знание языка. Почему беженцы не в состоянии выучить немецкий, разбиралась Татьяна Лугунова. Тест на интеграцию. Беженцы, получившие приют в Германии, не справляются с изучением немецкого языка. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные федеральным ведомством, по вопросам миграции и беженцев. По сведениям организации, каждый второй выпускник интеграционных курсов не может сдать экзамен по немецкому языку. 600 занятий по 45 минут, а по завершению курсов тест. Выучить немецкий обязан каждый, кто планирует остаться в Германии. Уровень минимальный. Ученики получают базовый словарный запас и штудируют язык грамматики. Простыми словами, полученных во время обучения знаний недостаточно, чтобы устроиться на квалифицированную работу. А вот чтобы общаться на бытовом уровне, вполне. Согласно обнародованным данным, в прошлом году курсы посетили 350 тысяч беженцев. И половина из них экзамен провалили. Почему так происходит, немцы уже тоже проанализировали. Причин несколько. Одни ученики пока не смогли оправиться от психологической травмы и привыкнуть к новой стране. Другие раньше никогда, в принципе, не изучали иностранные языки. Есть и большая группа прогульщиков, которые просто не ходят на занятия. Сейчас немцы думают, как улучшить показатели, внести изменения в программу курсов, либо увеличить количество часов. Но самое главное, как мотивировать самих учеников и убедить, что знание немецкого в их же интересах. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Саммит состоится. Дональд Трамп сообщил журналистам, что он как никогда близок к урегулированию проблемы КНДР. И сейчас решает, где пройдет встреча с Кимом. В Сингапуре или на границе двух Корей. Переговоры уже назначены на конец мая, начало июня. Если диктатор окажется несговорчивым, Трамп и обещал встать и уйти. Пресс этим временем поговорил, что если договоренности сорвутся, ему есть где пересидеть возможный удар КНДР. О тайных бункерах американских президентов расскажет Дмитрий Анопченко. Огромные полутемные коридоры под землей. Бочки с водой. Ее до сих пор можно пить. Ящики с нехитрыми запасами еды. Вот упаковки крекеров сохранились. Это убежище для американской элиты. На случай ядерной войны тайно построили в 60-е. Под обычной вашингтонской школой. В полутора милях от Белого дома. Это было место для выживания. Тут не до комфорта было. Историк Фрэнк Блажич рассказывает. Убежище судного дня должно было вместить 100 человек. Высшее руководство Америки. А места тут мало. Так что никаких отдельных гостиных и спален. Ночевали бы прямо на полу, на матрасах. Независимо от должности и рангов. Тогда считали, есть вероятность, что вся жизнь на земле погибнет. И штаты должны были сделать что-то, чтобы спасти руководство страны. Уже полвека прошло. А воздух тут по-прежнему идеально чистый. Системы кондиционирования работают безотказно. Толща земли все так же защитила бы от радиации. Но этот бункер, конечно же, устарел. А вот где взамен построили новый, было государственной тайной номер один. Пока этот факт легкомысленно не разболтал бывший репортер газеты Washington Post Рональд Кеслер, работавший в пуле Белого дома. Оказалось, что грандиозный бункер находится просто у меня под ногами. Под Белым домом и прилегающими к нему лужайками, глубоко под землей. Еще в 2010 году вся эта территория была закрыта решетками. Никого сюда не пускали и проходили масштабные строительные работы. Когда журналисты поинтересовались, мол, что происходит, им сказали, ничего серьезного. Меняем электропроводку и полностью заменяем систему кондиционирования Белого дома. Ну а вот здесь якобы проходят кабеля. Но еще тогда репортеры подумали, мол, их пытаются провести. Слишком уж масштабные строительные работы здесь. Кеслер проговорился. Бункер, строительство которого закончили практически под уход Обамы, на пять этажей уходит под землю. Выводы сделаны. И принцип в тесноте да не в обиде больше не работает. Новое убежище настолько огромное, что может вместить все западное крыло Белого дома с его многочисленными сотрудниками. Там залы заседаний, апартаменты для президентской четы, кабинеты и командный пункт. И огромные запасы воды и деликатесов. Тайную экскурсию по бункеру Дональду Трампу устроили сразу же, как только он переселился в главное здание Америки. И, говорят, глава государства был впечатлен. Так что, готовясь к переговорам с Кимчененом, первые лица Америки чувствуют себя защищенными. В любом случае, будет эта встреча успешной или нет, наступит разрядка или новое обострение, им-то есть где пересидеть возможную атаку, просто спустившись под землю, здесь же, под Белым домом. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Переносить финал Лиги чемпионов из Киева не будут. В УФА опровергли заявление президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко. Как сообщили в УФА одному из украинских интернет-изданий, перенос финала Лиги чемпионов в связи с мариупольским делом и отсутствием крыши на стадионе имени Лобановского не рассматривали. Напомню о том, что УФА якобы изучали такую возможность, Павелко на прошлой неделе заявил во время встречи с журналистами. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра.